короче сейчас ракетные тревоги буквально через каждые полчаса еще очень интересно получается да зеленский полетел на переговоры по итогу переговоров лукашенко сказал что типа не ракеты пускать не буду все ставлю на земле от проходит 10 минут все у нас сирена у нас тревога из мозыря тупо летит ракета ракета на киев договоренности блин вот так вот верить это капец конечно мы спустились на всякий случай бомбоубежище олечки спокойнее все-таки я ищу с ними чуть-чуть посижу и пойду домой потому что здесь я находиться мне не уютно ей нормально в принципе с детками и не будет так сильно болеть голова переживать что может всякое произойти оля говорит и мне тут спокойнее легла и сплю то есть знаю что все будет хорошо там нам вздрагивало при малейшем шуме поэтому такое ситуация хреновая на самом деле в киеве все украине доброе утро ребята пятый день война между украиной россии продолжается сегодня вроде как переговоры должны быть архами сделал пост либо будут переговоры либо будет как российский корабль вот так жена разбудила тоже позвонила мне за мысли не покидают чтобы надо уезжать но это повторюсь надо было делать раньше это неделю назад сейчас куда-то соваться может быть опасно подступы особенно дороги трассы контролируется не дай бог там рады шарахту или ракеты которые сейчас летают мне кажется все таки сейчас в киеве безопаснее фиг его знает ни в чем не можем сейчас собираюсь еду их заберу держим кулаки за этот день за сегодняшний день чтобы не знаю пусть он будет добрее чем все предыдущие что-то разрешится в плане переговоров смотрите у нас охранник убежище какой шобака да ты хороший такой же бантиком конечно не дай всем привет вчера по дороге потеряли пазл нашел сейчас же там переговоры вот сейчас посмотрим короче еще так получилось пока воля спала кто-то выдернул нашу зарядку и забрал вот подумал может что своя не знаю в группе олечка написала все пишут мне не брали мы не брали мы не брали понятно никто не признается у нас бы это была единственная быстрая зарядка для iphone поэтому блин очень важно что ее вернули все-таки взял несколько вариантов либо забрали затихарились либо действительно человек там не из группы одна девочка тоже написала что в прошлый в прошлый раз там пару дней назад у нее заряд планшета увели так раз и не нашли и все и с концами зайка тут попросили убрать просто так уже дома все вместе что-то покушает будем кушать будем сидеть пить кофе или чай бардача на улице настюхи включили мультик дианка спит есть время немножко на себя по пить кофе вместе то личка обижается шея сижу уткнувшись ноутбук слежу за новостями не уделяю и время сейчас мы это исполняем справлять вместе беседовать кушать пить чай играть в игру кстати можно будет вечером все вместе во что-то с настюшей сыграть зайцев мы перебежками будем да там ванную ну когда звучит тревога слава богу что они теперь вели функцию отмена тревоги то есть если раньше они просто все тревога и ты не знаешь шо где когда почему и сколько она продлится то теперь когда объявили тревогу потом типа все конец тревоги все нормально можете и дальше на выходить там на улицу если это не комендантский чаш вообще не рекомендуется не из домов убегать не из бомбоубежищ если вы там и перемещаться по улицам только в случае крайней необходимости также аптеки выйти за продуктами недалеко хотя некоторые продолжают покидать киев но на дорогах сейчас реально опасно и можно не доехать это по пути вас остановит град или ракета сейчас пуляют во все что движется во все что на пути своем встречаются садики школы без проблем дома жилые пофиг вообще люди окна заделывают три машины взорваны поэтому лучше никуда не рыпаться сидите дома кушайте там запасайтесь продуктами и опять же можете следить за новостями можете не следить за новостями потому что новости это реально давит на мозг и вызывают стресс провоцируют вас на суетливые действия нервы переполох панику вот поэтому лучше не паниковать спокойно верить в наши силы жертвовать на армию опять же я вам показывал вчера как это можно просто сделать с бонус плюс а если у вас есть приватбанки там вовина 1000 такие называют 1000 на епид трымку тоже можно отправить в помощь нашей доблестной армии да 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 поэтому лучше направить на армию и но если вы личные средства не имеете возможность потратить можно вот средства которые вам дало государство по сути на и те средства которые у вас на кэшбэке где-то сохранились продукты или еще на чем то то есть они автоматически вам начислились от вас никаких действий не было до с вашей стороны к вам в карман считайте не залезли вот это достойный будет все равно поступок что нужно помогать по мере своих сил армии если вы там условно не идете не берете автомат в руки нужно держать денежкой тех кто это делает на профессиональной основе или тоже какими-то другими способами также помогать нашей доблестной армии снова воздушная тревога с туши включили мультики забаррикадировали закрылись в этом промежутке сделали себе кофе бутырьки икра хлеб по-богатому мы до войны еще икру заказали чисто покушать приходилось санкции продолжаются евросоюза более того интересное сообщение просторов интернета летят о том что франция будет интервизировать все там яхты самолеты виллы топ чиновников и изымать их также дали ряд стран разрешение на участие своих добровольцев на территории украины это тоже не может не радовать это классно к сожалению у нас взрывы сегодня в харькове это же бомбардировка города просто градами так по улицам по домам невзирая ни на что мирные жители не мирные жители по боку это очень страшно на самом деле 28 февраля только что попали в домах вот такой вот у нас облаштуна вот идеальный вариант тут Олечка еще раз вычитала когда у вас есть две стены если что в первую но основной удар на вторую осколки но не разрушается ну в идеале типа тамбур что-то либо я думаю многие тоже читали при входе немножко опасаемся ванной потому что зеркало стекло и туша и про плитку говорят но может быть нас не подрезкается да он толще чем обычная плитка но самое стекло может треснуть если вибрации ребят значит смотрите делегации договорились о том что будут еще договариваться классно да вот как-то так да обстреливали харьков и вот-вот сильно побахнуло ракетные удары были слышно в киев тут недалеко может работает пво до сбивает ракета но тем не менее покуда они договаривались идут ракетные удары это блин и как вообще ну 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 просто да ну сейчас сейчас почитаем новости еще конечно жестяк жестяк творится продолжает твориться я надеюсь все такие какие-то дальнейшие консультации приведут к определенному хорошему решению для всех сторон в первую очередь для нас естественно россия идет до в общем мы в ожидании как я думаю и вся страна и все страны и с и все люди дай бог чтобы она все разрешилось следующий раунд переговоров в ближайшие дни будут как говорит на из сторон что точки соприкосновения намечены по которым можно работать посмотрим то есть никакой конкретики особо не было озвучено в сми и не были проинформированы люди что же там они говорили о чем договорились пока пока непонятно это тайна покрыта мраком я надеюсь что наш президент выйдет в эфир с обращением как он всегда делает и действительно поделится своими там впечатлениями хотя бы о переговорах если даже некоторые вещи они там согласились оставить там засекреченными хотя бы там понимание направления скажет чтобы не возникало информационного вакуума потому что информация очень очень важно о ситуации в целом короче ракеты попали в бровары два ракетных удара два взрыва вот видео непосредственно с места событий там даже был иностранец я это все публиковал в телеграм-канале своем можете зайти посмотреть жесть короче бахнула вот бахнула вот прям перед нами в варварское шоссе вот обороны пожалуйста братья до зонам не показывайте мишка надо проезжать потому что не могут еще значит вот где военная часть разлетелась я не вознаюсь блин живы ребята не живы блин короче ну вот тока 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 лупанула блин прям вот посту прям вот поступлен полюбили я на территории украины короче попал в плен со мной все хорошо говорю на территории украины попал в плен масса на их послушай меня пожалуйста внимательно со мной хорошо обращаются не переживать за меня со мной хорошо обращаются за меня не переживай ты должна найти связаться с частью с моей запиши куда-нибудь скажи что такой такой то пропал в плен территории украины когда нас отправляли нам сказали то что мы едем как миротворцы на территорию днр и лнр по факту сейчас и развязалась война то есть мы в роли агрессора выступаем тут бомбят города жестко поэтому имею ввиду там распространяется если сможешь мам потому что я в плену понимаешь я как агрессор все пришел кто-то отпустит отсюда все мы отдавай без паники сделал пожалуйста что я сказал хорошо я петрук антон андреевич число месяц год рождения 5 07 2000 где служите на код должности часть войсковая часть 91 706 150 дивизия второй полк на должность старший снайпер звание рядовой как оказались на территории украины находились на учениях на полигоне кузьминском через где-то примерно две недели потом нас собрали отправили ближе к границе сказали что будем стоять на границе потом внезапно мы перешли и ночью проехали дальше стали в какой-то деревне выбора не было если отказались бы уже когда перешли за границу ехать воевать у нас был типа измена родине могли посадить от 15 до 25 плюс невыполнение приказа еще дополнительный срок это почти вся жизнь как вам бандеровцы относятся нормально хорошо даже сказал лучше чем свои дома мама ждет что маме хотите сказать вам дожди меня вернусь